Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем». Я Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – «Многодетная семья», двоеточие. Отголоски ушедшей культуры – знак вопроса. Но прежде чем мы начнем дискуссию с моими собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. В 20 веке семья стремительно меняется. Отдельные квартиры, эмансипация женщин, развитие медицины, поздние браки. В результате нормы в современном обществе становятся семьи с одним-двумя детьми, где оба родители работают, чтобы обеспечить им счастливое детство и хорошее образование. Социологи из Левада-центра выяснили, что в идеальной семье, по представлениям 50% россиян, должно быть двое детей. 6% хватило бы и одного ребенка. И только 5% мечтают о том, чтобы детей было больше пяти. Но религиозные традиции часто требуют от своих адептов сохранения модели патриархальной семьи. Считается, что супруги должны или рожать, сколько Бог даст, или воздерживаться от интимных отношений. В некоторых православных приходах осуждают тех, кто решается на самостоятельное планирование семьи. В еврейских и мусульманских общинах детей воспринимают как Божьи благословения. И чем их больше, тем лучше. На православных ресурсах вспыхивают споры о том, что является целью христианского брака – рождение детей или, прежде всего, взаимная любовь мужа и жены. Насколько сильна религиозная мотивация при планировании сегодняшней семьи? Действительно ли вера подразумевает императив «воздерживайся» или «рожай»? Или это просто попытки воспроизводить традицию в меняющемся мире? Совместима ли сегодняшняя медицина с задачами расширенного семейного воспроизводства? В чем выражается семейная любовь, если не в количестве детей? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Алиса Ганиева, писатель. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Протеерей Георгий Митрофанов, историк, публицист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Здравствуйте, отец Горгий. Здравствуйте. Анатолий Григорьевич Вишневский, профессор, директор Института демографии и высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Александрович Емис, писатель, многодетный отец. Здравствуйте. Здравствуйте. Борох Ионевич Горин, председатель правления Еврейского музея и Центра толерантности и тоже многодетный отец. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Александровна Николаева, поэт. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Может быть, Анатолий Григорьевич, вам. В последнее время часто были разводы дискуссии про многодетность, но в основном в кругах верующих людей. А в мире, где мы живем, многодетная семья – это реальность или, скорее, исключение из правил? Многодетная семья – это исключение из правила. И так было всегда. Вот что важно подчеркнуть. Потому что у вас там прозвучали слова об отголосках ушедшей культуры. Дело в том, что очень часто путают, если можно так сказать, многорождаемость. Хотя рожали много, действительно, но выживало значительно меньше. И поэтому многодетными были только те семьи, которым повезло, и у которых выжило большое число детей. Такие бывали. Но так как это была случайность, вообще игра случайности, вот у кого умирал, у кого не умирал, то распределение всегда было таким, что многодетных семей было немного. Это был несознательный выбор, что кто-то хотел многодетность, а кто-то не хотел. А так получалось. Вот такова была ситуация раньше. А теперь, по другим причинам, потому что сейчас действительно элемент добровольности очень большой, но примерно расклад такой же, что имеется какое-то количество многодетных семей. С точки зрения демографии, самое, как бы, если мы хотим немножко повысить рождаемость, расчет должен быть на двух и трех детных семьи. Вот их должно быть больше. А многодетные семьи, ну, очень хорошо, но демографического значения это не имеет. Это имеет значение где-нибудь в Африке сейчас, когда много многодетных, потому что смертность тоже снизилась, а рождаемость еще остается высокой. Но как раз там это плохо. Вообще, вот, надо сказать, что если смотреть на историю человечества всего, поскольку население мира росло очень медленно на протяжении всех тысячелетий, за исключением последнего столетия, когда произошел этот демографический взрыв, то, в общем, это означает, вот, медленный рост, почти не было его, что в среднем на смену двум родителям приходило двое детей. Ну, с какими-то колебаниями небольшими, но, в общем, это как бы такой золотой стандарт. Но это получалось вот в результате того, что какая-то часть была многодетными, а кто был, кто-то был и бездетным и так далее. Было такое распределение. Спасибо. Олесь, правильно ли я понимаю, что идеал православной семьи – это семья многодетная? Или это вообще никак… Есть такая живая традиция бытовая, очень важная, но не имеющая религиозных бытов. Я не думаю, что это такой идеал. Это просто как получится. Я, например, знаю очень много многодетных семей, ну, православных, которые замечательные совершенно. Там царит любовь вообще. Дети очень талантливые, очень красивые. При этом я очень дружу с семьей, где мать, которая родила девятерых детей, она инвалид. Она переболела в детстве полиэмилитом. И у нее одна рука даже плохо работает. Вот. Но, тем не менее, дети получились совершенно какие-то один к одному. Просто один лучше другого. Но так, чтобы это какая-то была сугубая цель или какой-то сугубый идеал, вот я такого не встречала. Вот тут, конечно, очень много есть всяких проблем на разных уровнях. Это вопрос и мистический, и религиозный, так сказать, это один уровень. Это вопрос экзистенциальный, потому что он касается именно вот этой семьи, этих двух людей, родителей, которые… Это вопрос социальный, это вопрос государственный, и это вопрос цивилизационный. Это вопрос о вообще дальнейшем существовании вот нашей цивилизации. Вот то, что называется иудео-христианская цивилизация, потому что осталось всего 13% белого населения в мире. И к 50-ти, вот наш специалист-демограф, может быть, уточнит эти цифры, вообще, что нас ждет к 50-му году. Вот. Насколько умножится население, мы так скажем, не белой расы, вот, по сравнению вот с людьми из нашей цивилизации. Ну, нам с вами, как к христианам, какая разница, какого цвета кожи будут? Тем не менее, все равно этот вопрос остается. Хорошо, мы к нему обязательно вернемся, потому что он очень важный. Да, я вам отвечу. Ну, тогда, если очень есть, можно прямо сейчас ответить, потом их бурыху. Могу прямо сейчас сказать. Конечно, вы совершенно правы, что соотношение меняется. Но оно меняется не потому, что у нас мало, а потому что там стремительный рост, небывалый, совершенно никогда в истории. Есть и привеличенная такая реакция, потому что я согласен с вами, что дело не в цвете кожи, а дело в культуре, дело в языке и так далее. Понимаете? И вот об этом надо думать. Олеся обязательно возразит или согласится, это как она решит. Борх, есть ли какая-то установка прописанная, проговоренная в иудейской традиции, или это личный выбор каждого? Есть библейская заповедь «Подетесь, раздражайтесь», которую таламудическое законодательство трактует как обязанность каждого человека завести двух детей, мальчика и девочку. То есть воспроизведение, о котором мы здесь говорили. Но в силу разных исторических причин постепенно традиционная ортодоксальная среда стала более чем, я бы сказал, доброжелательно относиться к многодетности. То есть современная ультраортодоксальная среда практически в случаях отсутствия угрозы для жизни, а это связано опять-таки с развитием медицины, в общем не рекомендует или, по крайней мере, традиционно не принято управлять рождаемостью. Однако это, конечно, фраза, потому что в реальности контрацепция разрешена, разумеется, определенные ее виды, и управление рождаемостью разрешено. Скажем, если мы говорим о законодательном запрете, то законодательное запрете имеется и на рождение детей в случае угрозы для жизни матери. Например, в таком случае даже аборт не то что разрешен, а предписан. Если рождение может убить мать, тогда у этого плода есть закон преследователя, убей его первым. Вот такая жестокая норма, касающаяся жизни существующего человека. Кроме того, есть запрет рожать детей во время войн и голода. Это то, что касается законодательной стороны вопроса. Рождало всегда примерно 6-12 детей, выживало из них намного меньше, чем сейчас. Поэтому сейчас средняя семья – это 9 детей. Но мы говорим не только о религиозной норме. В Израиле месяц назад журнал «Таймс» бодро отрапортовал, что впервые за историю существования государства Израиль индекс рождаемости у еврейских женщин сравнялся и даже обошел арабских женщин. Арабские женщины стали рожать меньше. Еврейки, причем не обязательно религиозные, в том числе и светские, сейчас средний индекс 3,1, что намного больше 2,6, что было 20 лет назад. Ну, это перекликается с тем, что мы слышали. Отец Георгий, а цель христианской семьи как семьи Чедородия или она какая-то иная с Чедородием вообще не связана? Мне кажется, что когда действительно связывают православный идеал семьи с семьей многодетной, то исходит просто из того культурно-исторического контекста, достаточно архаичного, который существовал в момент становления православной церкви. Церковь вошла в тот мир, в котором уже существовали определенные роды принципы. Но с чем церковь вошла в этот мир? С высоким представлением, прежде всего, о личности человека. И, конечно, любой брак, союз двоих, это прежде всего самодостаточный союз. Дети могут быть, а могут и не быть. Христианский брак от этого не перестает быть, собственно, средоточием церковного. Собственно говоря, семья, состоящая из мужа и жены, это уже малая церковь. Здесь полнота церковной жизни присутствует... Где двое или тролльцы произвели, а ее там... Двое. Вот в данном случае, если сначала двое, потом может подойти третий, родиться. И с этой точки зрения, вот подобного рода взгляд, он допускает, например, и идеал, наоборот, безбрачия для монаха, как полноты реализации человеческой личности, и идеал брака, как полноты реализации, прежде всего, двух личностей, которые уже есть. Поэтому, когда такой, в общем, достаточно, все-таки, модернистский, подчас мысливший философ, как Николай Александрович Бердяев называл трактат Августина о любви, трактатом о животноводстве, а ведь Августин действительно вам при многом предупредил католическую доктрину о браке, связывая брак с чудородием, он в данном случае как раз исходил из изначальной христианской интенции, которая не связывала брак с чудородием. И если уж говорить вот так вот, а что с точки зрения традиционного православия, позволяющего вполне реализовать себя как лично, скорее безбрачие, чем брак. И поэтому, говоря уже о современном положении вещей, я бы вспомнил основу социальной концепции, которые появились в нашей церкви, потом многие обвинили их в какой-то невнятности и положили под сукно, а между тем там присутствует довольно взвешенный подход вот к этому вопросу. И, конечно же, основой брака является, прежде всего, самодостаточный союз двух свободных личностей, которые в этом брачном союзе реализуют заповедь о любви к Богу и к ближнему. Если я правильно понимаю, то у католиков все-таки средства контрацепции запрещены, духовно осуждены. В основах социальной концепции Русской православной церкви на эту тему не сказано ничего. То есть запрета я, по крайней мере, не нашел. Осуждены абортирующие. Да, это другое. А значит ли это, что православная церковь согласна с тем, что семью можно планировать, рождение детей, количество детей в семье? Или есть позиция, которую мы часто тоже слышим от тоже вполне уважаемых священнослужителей, воздерживайся или рожай? Вот этот термин планирования семьи, вот этого термина и у церковных, и у не церковных, и в нашей стране уже возникает какая-то идиосинкразия. Это что-то такое планирование и тут. И хочется от этого слова оттолкнуться сразу. А на самом деле, понимаете, это вопрос сугубо индивидуальный и конкретный. Даже употребление неабортированных, то есть в принципе допустимых противозачаточных средств, возможно, опять-таки, при определенного рода обстоятельствах. Почему это происходит? Здоровье супругов требует этого, их социальная ситуация требует этого. Да и вообще ведь надо иметь в виду то обстоятельство, что, как правило, в семьях более ответственных и более, я бы так сказала, трепетно относящихся к своих детях, возникает вопрос о том, а что мы можем дать нашим детям, если их будет много. И поэтому возникает необходимость воздерживаться от их рождения, но не всегда желание воздержаться от рождения совмещается со способностью воздержаться от плотских отношений. И здесь, понимаете, не существует каких-то... Вот католики, например, пошли на какого рода уступку? Они, наконец-то, разрешили супругам вступать в плотские отношения в период, когда женщина в соответствии со своими месячными циклами не может зачинать. Раньше это запрещалось. Теперь это, наконец-то, разрешено. И все. Выглядит это довольно ущердно. От этого отдается закомплексованность целибатного католического духоместства вот в этом вопросе. Но при этом мы не видим, чтобы в западном мире особо были многодетные семьи. Конечно. Поэтому, вы знаете, я бы вот этот вопрос рассматривал всегда примитых конкретных ситуаций, конкретных семей, конкретных людей. Важно другое, что в основах нашей социальной концепции в принципе не отрицается возможность не абортивных противозачаточных средств, а значит, не отрицается в принципе возможность планирования семьи, если уж вам нравится этот жуткий термин. Мне ничего не нравится. Я использую то, что используется. Дмитрий, ну вот вы когда создавали семью, вы сразу решили, что у вас будет очень много детей? И были ли вы готовы к тем трудностям, с которыми вы столкнулись? Ну, у нас семеро детей сейчас. Когда я создавал семью, я почему-то был уверен, что я буду одиноким папой, у меня будет девочка по имени Наташенька. Я пропускал все промежуточные стадии, просто меня воспитала бабушка, ну и мама тоже, но бабушка в основном. Ее звали Наташа. И она как раз умерла за несколько дней до моего 18-летия. И я вот чувствовал себя необходимым, чтобы у меня была девочка Наташенька. А родился мальчик Ваня. Потом родилась девочка Наташенька. А потом я понял, что мне нравится быть многодетным отцом. И мне нравятся дети. И мне нравится сам процесс появления, когда ты держишь в руках маленького ребенка, которому несколько дней. Это совершенно особое ощущение. Вот держишь его на руке, он по размеру ладони. Вот здесь где-то ножки, здесь попа, и вот здесь голова. Это очень здорово, это большое удовольствие. И мне даже приходилось убеждать жену, очень сложный переход от двух детей к трем. От третьего к четвертому обычно нет уже никаких споров. От четвертого к пятому это уже семья принимает эти ценности, это становится общей программой. У меня есть серия «Моя большая семья». Это история многодетной семьи, бунт пупсиков, день карапузов. Это абсолютно правдивая реалистическая история жизни многодетной семьи. Они очень реалистичные и на основе автобиографии написаны. Потом я вас прошу, пожалели вы об этом решении хоть раз в жизни или нет. Алис, ну вот вы по праву, вы человек русской культуры, но при этом одновременно вы связаны и с другими культурами, где чьи дородие уж точно не только бытовая, но и во многом религиозная традиция. Я не знаю, как его правило, но по факту так. При этом вы себя называете иногда стихийной феминисткой. Как вы выстраиваете отношения со своей глубинной культурой? Я не вижу здесь никакого противоречия. Если говорить конкретно об этносе, чьей представительницей я являюсь, это аварцы. И сейчас численность аварцев 700 тысяч человек. Это гораздо больше, по-моему, раза в три больше, чем сто лет назад. То есть численность народа выросла, многодетность – это нормальная вещь, норма 3-4 ребенка, даже больше в семье. Но при этом гораздо меньше людей говорят на аварском языке, гораздо меньше носителей именно культуры и традиций. В этом смысле, мне кажется, что аварцы вымирают, хотя их количество растет. И мне показалось характерным то, что сказал Дмитрий, гораздо легче и гораздо приятнее быть многодетным отцом, чем многодетной матерью. И вот это стремление навязать женщине многодетность, оно идет как раз от мужского общества, от всех догм, от любой идеологии, которые представляют в первую очередь мужчины. Мне сегодня приятно слышать, что в христианстве, в иудаизме произошла эта реформация сознания, и уже нет вот этих прямых запретов на предохранение. Но тем не менее, женщина вкладывает гораздо больше в деторождение, даже на клеточном уровне. Яйцеклеток меньше, яйцеклетка дороже, чем мужская половая клетка. И вынашивание очень изматывает, кормление. Я, например, не представляю, что бы я... На данном этапе у меня нет детей, но я бы хотела их завести в будущем. Но я реалистично рассчитываю свои силы, я понимаю, что я не способна выносить 8, 9, 10 детей, дать им качественное образование и так далее. Если мы начнем размножаться бесконтрольно, то скоро мы исчерпаем все запасы пресной воды, все запасы питания. Скоро мы начнем стоять друг у друга на головах, а количество болезней будет только увеличиваться. И вот церковь, и не только церковь, вообще многие религии говорят о том, что вот они отделяют человека от животного мира, что религия несет некоторые цивилизационные рамки, которые нас отделяют от вот этой бесконтрольной стихийной эволюции и вот всего хаотичного. Но на самом деле контрацепция – это и есть признак цивилизации. Но у Господа Бога есть замысел о каждом человеке. И сам человек не знает, на что он способен, и что он может сделать сам, а что он может сделать с помощью Божьей. Поэтому, Алиса, дорогая, я тоже, когда мне было 18 или 19 лет, если бы мне сказали, что у меня будет трое детей, и что у меня будет 8 внуков… Я бы просто показала этому человеку вот так, потому что это было совершенно невозможно себе вообразить, как это я, у меня будет… Вот. И поэтому вы сами не знаете, к чему вы предназначены. Может, это и есть ваше истинное предназначение, что у вас будут совершенно прекрасные, красивые, изумительные дети. Ваша душа увеличится в объеме, потому что в ней будет так много любви. Вот я слышала в некоторых дискуссиях, говорят, что мы не будем рожать много детей, потому что это будет отнимать любовь, нашу любовь, вот к этому одному ребенку. А потом второй ребенок рождается. И вдруг откуда-то эта любовь только пребывает. И на самом деле вот эта многодетная семья – это царство любви, получается. Олеся Александровна. И знаете что? Вот я сейчас только скажу вот одно. Меня совершенно потрясло, что это моя подруга, у которой 9 детей. Она мне один раз сказала совершенно сакраментальную фразу, которая меня совершенно потрясла. Она мне сказала, что мне вот иногда кажется, вот когда у меня уже 9 детей, мне уже начинает казаться, что вообще вот все дети, которых я вижу, это они в какой-то степени тоже мои дети. Они тоже мои. Я тоже как-то отчасти стала это чувствовать, что это мои дети. А совсем маленькие дети – это мои внуки. Они такие же, как мои внуки. Они тоже мои. И проблема в чем, Алиса? Я скажу в чем. Это социальная проблема. Социальная проблема в том, что я очень часто слышала вот эти такие вот отвратительные высказывания, что вот бедная семья, вот зачем плодить нищету? И вот, значит, женщина, она с каждыми родами, она все вянет и вянет. И вот они такие бедные, и дети у них каких-то ходят об носках, и едят какую-то вообще невкусную еду. А на самом деле, на самом деле эти дети бедные, ну так они тоже, они заслуживают того, чтобы им бездетные какие-то люди помогали, потому что это их тоже, их тоже дети. Спасибо. Алиса, спасибо. Одно дело, Алиса Александровна, три ребенка – это замечательно. Другое дело – рожать каждый год или каждые два года. То есть естественный животный цикл рождения. Если посмотреть на какие-нибудь деревенские, сельские семьи, где по 10-15 детей, отношение к детям, к детской смертности более легкое, что ли. Бог дал, Бог взял. Дети играют в прятки, запирают себя в сундук и задыхаются, а родители, ну что ж, пожимают плечами, рожают новых. Это все-таки такое отношение к детям, оно себя изжило. Алиса, дорогая, ну вот вы именно сказали, Бог дал, Бог взял. Вот именно, все равно вам больше, чем вам причитается свыше, вы все равно не родите этих детей. Ну вот какой-то предел уже откуда-то поставлен. Кому вообще ничего, полно бездетных женщин, да? А кому много? Ну это, вот я и говорю, что это какой-то, все это коренится в замысле Божьем от человека. От сексистского большинства прошу включить этот партнер. Вот знаете, я, во-первых, хотел бы вступиться за мужчин. У меня шесть детей, я не был инициатором рождения шестерых детей. И мне в голову не пришло бы жене говорить рожай. Именно потому, что я прекрасно понимаю, находясь возле нее, что это такое. Вынашивать ребенка, выкармливать ребенка, растить ребенка. В нашем случае, вот мне очень близкие рассуждения Наташеньки, потому что у меня первые три дочери, а жене очень хотелось назвать мужским именем кого-то. Другие скажут, что она хотела мальчика по каким-то фрейдистским причинам. Я не могу этого сказать. Я насчет недостатка любви, дефицита любви. Вы знаете, меня дети все спрашивают обязательно, кого ты любишь больше всех. Я совершенно искренне каждому говорю, что я его люблю больше всех. Ну, это, Алиса, это теория. На практике это не так. На практике отец и мать любому ребенку отдают абсолютно всего себя. Нас гораздо больше, чем нам кажется. У нас потенциала любви не только на своих детей действительно, но и на весь мир хватает. И в нашем смысле, в нашем случае, вот я сказал о именах, это имена тех, которые не смогли родить своих детей, которые лежат во рвах Украины, Литвы и Белоруссии. И для нас было принципиально важно, чтобы эти люди, которые не были хозяевами своих судеб, таким образом продолжились. И мы чувствуем, что они таким образом продолжаются. Мы немножко переключились, как бы убеждаем Алису. Алиса будет хорошей мамой двух мальчиков, минимум. У меня есть ощущение просто, кто будет хорошим мальчиком. Да, красавцы просто ходят. Да, ну об этом уже ладно. В общем, будете хорошей мамой. А еще очень интересный момент. Вот мы говорили там про то, что не бывает чужих детей. Вы знаете, я когда вижу детей, я чувствую, что да, действительно, я уже с трудом понимаю, где мои дети, где чужие. У нас микроавтобус, после службы в воскресенье, открываешь двери микроавтобуса и начинаешь в микроавтобус грузить детей. Грузишь, 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 грузишь. Потом понимаешь, что погрузил часть чужих, а часть своих детей забыл. И это очень радостное ощущение, и дети это любят. Но ведь и монахини, у которых нет своих детей, показывают образцы, так же, как и неверующие, одинокие женщины, которые показывают образцы самоотверженной любви ко всем детям. Мне кажется, это как раз многодетностью не связано. Можно любить всех детей, как своих, и правильно любить, как своих отец Георгий. Ну, мне кажется, мы слишком многого внимания уделяем сейчас детям. Мы забыли про взрослых. Я дерзну высказать, может быть, фразу в достаточной степени не бесспорную для кого-то, но давайте мы реально посмотрим на наших современных взрослых. Разве у вас не возникает ощущение того, когда вы смотрите на некоторые взрослые, что не дай бог, чтобы у них еще и родились дети, у этих взрослых, что эти люди могут этим детям дать. Вот вы говорите, вот многодетные семьи плодят нищету, вот хорошо бы, чтобы бездетные этих детей не берут. И вот эти многодетные дети из многодетных семей, оказываются обреченными на такое существование, хорошо и с ними в детских домах, а иногда в таких семьях, что это по существу ад настоящий. Так можно рассуждать в какой-нибудь благополучной Финляндии. Вот давайте еще детей, всем найдется место, не находится у нас место многим детям уже живущим. И поэтому я в данном случае готов отстаивать права, извините меня, взрослых. Браки все-таки, мы начали с того, что православная церковь говорит о браке, как о союзе мужчин и женщин. Давайте мы поговорим о родителях. Всякий ли человек, конечно, если говорить, улетучится в высокую мистику, конечно, рожая как получается, как Бог даст, что называется только Бог ли дает, а не дьявол ли, так сказать, искушает. И будь что будет. А на самом-то деле, если мы говорим об ответственном отношении человека к этому миру и к своим детям, то тут возникает очень много серьезных вопросов именно этого рода. Вот вы знаете, я, чтобы уж совсем монстрообразно представить перед вами, я расскажу о своей реакции на ребенка. Мы первые, мы вступили в брак. Естественно, так сказать, детей нам совершенно не хотелось, потому что мы были счастливы друг с другом. Но так как мы были люди православные, никакой контрацепции не было в нашем. И в результате ребенок родился через год, к нашему ужасу. Ребенок рожался очень сложно, то есть в течение почти целого дня. А я уже должен был из отдельного дома уйти на работу, я все время звонил, звонил, потому что наконец-то говорят, родила. Ну и как она себя чувствует? Не знаю, говорит, говорят мне справочные. А какая температура? Не знаю. Ну а почему не спрашиваете, кто родился? Я уже утомил, видимо, медсестру. И вдруг я ответил страшно, это вообще кощунство из вашего времени. Какая родица, кто родился? Как себя чувствует моя жена? Понимаете, на мой взгляд, браки должны начинаться именно с этого. Вот когда возникает подобного рода отношения, есть надежда, что в этой семье, а я на вашем фоне могу только чувствовать комплекс неплоценности, у меня только двое детей. Вы знаете, может быть, что-то с детьми получится позитивное, когда уже между супругами существует определенного рода уровень отношений, уровень любви и уровень ответственности по отношению к тем детям, которые у них еще не родились. Сейчас, Олеся, но у меня вопрос к вам, отец Георгий. Сказали, что есть люди, которым лучше бы не рожать, но что им, запрещать? Нет. А как быть? Этих людей нужно стараться как-то... Химически констрировать? Воспитывать. Как-то просвещать и так далее. Но я констатирую факт, от которого, мне кажется, отмахиваться не приходится. Просто вопрос, что делать? Ну а кто это будет решать? Кому рожать детей, кому не рожать? Тут разные могут быть сменения. Нет, ну, потому что рожают детей, а потом лишают родительских прав, например. Можно ли лишать родительских прав? С точки зрения, так сказать, принципа сугубо мистического, раз человеку Бог дал ребенка, люди не вправе лишать его родительских прав. Пускай продолжают гробить своего ребенка. То есть вести тестовую систему. Прошли родители экзамены? Я не... Правда родить одного ребенка? Я об этом не думал, но в данном случае передо мной есть проблема. Поэтому вот так вот беззаботно, безоглядно полагаться на волю, я не скажу на промысл Божий. От этого отдает чем-то другим. Промысл Божий всегда предполагает и нашу осознанную ответственность за наши поступки, в том числе, касающуюся чадра родителя. Да, я хочу сказать, что вообще христиане, они, конечно, очень любят говорить о любви, что нужно всех любить, всех любить. Но Господь сказал, несите бремена друг друга и так исполните закон Христов. Вот почему-то вот это про то, что нужно нести бремена друг друга. И если рядом живет какая-то нищая многодетная семья, то у нас, понимаете, у нас отсутствует абсолютно какая-либо солидарность. Религиозная, национальная, не знаю, там, солидарность по отношению к соседям в подъезде, к нашим ближним. И поэтому, конечно, это огромный позор для русского народа, что у нас такое количество детских домов, что у нас до сих пор живут дети-сироты, и у нас такое количество вот, ну... Брошенных детей. Брошенных детей, да, это позор, и это будет по нам ударять. Вот, мы разрушаемся изнутри, именно в этой точке. Отец Георгий, мне кажется, против этого бы не возражал. Вот, мне кажется, многочадие в данном случае процессом, который будет только усугублять те проблемы, о которых вы говорите. Почему? Почему? Если бы люди, которые живут вокруг вот этой какой-то бедной семьи, если бы они бы помогали этой семье, то никаких таких бы ужасных ситуаций. Ну, не помогают, а семья-то уже есть, и ребенок живет и деградирует. Не помогают, не помогают, к сожалению. Анатолий Григорьевич, а потом Алиса. Наоборот, еще пишут, доносив какую-нибудь там вот эту социальную службу, чтобы лишили родительских прав. И еще счастливые. Алкоголические матери, понимаете, это ужасно. А соседки на них пишут. Замечательно, конечно, мир, только детей тут не хватает еще. Я с удовольствием слушаю писателей, потому что это какой-то другой подход, но я все-таки вернусь как бы к своей научной... Вы не очень скромничаете в вашей литературной книжке, мы тоже знаем. Ну, хорошо, но в данном случае я выступаю, все-таки я как представитель научной такой среды. Вот, во-первых, я хочу сказать по поводу рождаемости в Израиле, в частности. Вы говорили о арабах и евреях в Израиле. Я говорю, что на Ближнем Востоке сейчас Израиль далеко не... Страна не с самой низкой рождаемостью. В большинстве арабских стран рождаемость ниже. А ниже всех в Иране. Вот. И этого обычно не знают. Поэтому тут все меняется, понимаете? Картина меняется, в том числе вот в том мире, который нас окружает и немножко пугает. Но я просто хочу сказать, что все эти меры, та же контрацепция, все, они направлены на то, чтобы вернуть число детей к тому, которое всегда было, но по другой причине. Понимаете? Ничего нового здесь не уносится. А то, что при этом те дети, которые есть, я думаю, они сейчас более любимы, чем было в прошлом. Потому что в прошлом другая была мораль, другое представление о любви, другое представление об отношении родителей и детей. Так что сейчас, хотя, опять же, я с вами согласен, в конце концов, те люди, которых мы видим иногда с ужаса, на них смотрим взрослые, они же тоже были детьми. И тогда, не знаю, что они получили, избыток любви или недостаток. Но вот получились такие взрослые, которых мы хотели бы видеть другими. Я, с одной стороны, согласна с тем, что говорил отец Георгий. Конечно, планирование семьи нужно. И в этом смысле, да, у нас дробятся семейные яченьки. С другой стороны, именно планирование семьи тоже может дойти до радикальной крайности. В частности, на том же Кавказе, так же, как и в Китае, часто молодая пара идет на УЗИ. Если видят, что плод девочка, а не мальчик, делается аборт, чтобы увеличить количество мальчиков в семье. Да, это планирование, но такое с гендерным перекосом получается. И вот как найти этот баланс? То есть, в любом случае, нужен какой-то контроль и какая-то государственная программа. Не с той эгидой, конечно, не с эгидой, что брак строится для того, чтобы рождались дети. Потому что брак все-таки, это не единственная функция брака. Но в любом случае, контроль за рождаемостью нужен. И получается, что в последнее время вся риторика государственная сводится наоборот. К тому, что надо рожать как можно больше. Дмитрий, ну вы однажды сказали об усталости от многодетности. И о том, что вся жизнь вокруг обустроена не для удобства многодетных. Ну, это чистая правда. Да, действительно, быт, конечно, заточен в основном под однодетные и двудетные семьи. И школы редко делают, ну, условно говоря, там семеро детей. Уроки надо проверить у четверых. С двоими их сделать, за одного их сделать. Ну, то есть, как бы, степень нагрузки большая на родительские собрания. У меня есть уже фокусы, когда нужно приходить. Нужно ставить будильник. Допустим, родительское собрание начинается в 5, заканчивается в 6. Надо прийти без 15, 6, чтобы сдать деньги. Если ты денег не сдал, то, ну, как бы, нехорошо будет. Лучше прийти без 15, 6 и поставить себе будильник. Будто бы тебе кто-то позвонил. Тогда быстро выскать тебе, платишь деньги, и все тобой довольны. Ты все улыбаешься, все хорошо. Потому что на последних 15 минутах мамы обычно ругаются. Кто не сдал за тетради, это все затягивается бесконечно. И, зная эти моменты, ты стараешься их избежать. Еще какой очень важный момент есть. Есть такая единица измерения, она называется «внимомы». Я ее сам придумал. Сколько любви нужно вдохнуть в каждого человека, чтобы это был радостный, веселый, счастливый ребенок. Ну, вот, знаете, эту теорию восьми объятий, там, еще чего-то. Я иногда просто вдуваю в макушки детям любовь. Если я вижу, что какой-то ребенок такой, ну, не знаю, несчастный, недовольный мной или жизнью, то, значит, его надо обнять и вдуть в него любовь. Тогда он будет врываться, но ты будешь чувствовать, что он доволен. И поэтому самое сложное в многодетной семье каждому ребенку дать ту долю внимания, которую он заслуживает. Есть очень хороший священник, ну, в общем, православный американец, он уже, по-моему, умер, дилле. Ну, в общем, не помню. У него была такая система, пятеро детей, и он ездил на приходы. От прихода до прихода было около двух тысяч километров. И он брал с собой всегда одного какого-нибудь ребенка, каждый раз разного. Очень важно, чтобы в многодетной семье ты мог побыть с кем-то из детей наедине, там, сутки, двое. И вот за это время он очень много от тебя может получить, потому что можно поговорить на самые такие важные темы и много любви в него вдохнуть в это время. Еще важный момент, вот очень краткий, что как не израсходоваться, не сгореть, и чтобы не сгорели те, кто рядом, потому что есть просто... Но выгорание это... Да, выгорание, есть педагогическое выгорание, есть многодетное выгорание, это чистая правда. Если кто-то бегает по потолкам, это родители трех-четырех детей. Мы видим, что это просто огромный выброс энергии идет. То есть вот человек просто в фокусе любви, в фокусе силы. Потом любви становится немножко меньше, усталости немножко больше, после четырех детей ближе к пяти. Но ты уже знаешь, чего нужно остерегаться. Очень важно, чтобы отец любил мать больше детей. Очень важно, чтобы мать любила отца больше детей. Это главное фокусное. То есть когда они вместе, когда нет семьи ссор... Мне кажется, очень многое, вот то, что я сегодня слышу и вообще слышу, зависит от общественного отношения вокруг. Потому что мы очень интегрированы в общину. Поэтому моя шестидетная семья – это небольшая семья. Мы почти молодетные родители. Соответственно, школы состоят из тоже детей из многодетных семей. И все это не дает мне ощущения, что мы аномальны. Я не знаю ничего, могу сказать о себе, и это опять будет мужской гендерный шовинизм. Ничего о выгорании родительского я не знаю. Что бы у меня ни было, я обязательно прихожу домой, чтобы провести два часа с детьми, потому что мне в кайф. Мне очень нравится быть со своими детьми. Меня это заряжает. Я прихожу очень уставший. Через полчаса я себя чувствую новым человеком. Вот ничего не знаю о православном американце. Я обязательно практикую эту историю провести неделю с каждым ребенком, только с ним, чтобы он знал, что он единственный. Что же касается отношений и насколько детям все это комфортно и хорошо. Мне кажется, что мы занимаемся подменой понятий. Мы говорим о том, что надо заботиться о ближнем, о жене, о муже. А на самом деле мы думаем о себе. Нам кажется, что комфортно, когда ты никому ничего не должен. Я абсолютно убежден, что миссия человека – это быть должным. Быть должным миру, быть должным окружающим, и уж, конечно, быть должным своей семье. И мне кажется, что человек этим компенсируется. Я нужен. Я привел в мир эти шесть душ. Я несу ответственность за то, чтобы они выросли достойными людьми. Я должен им дать образование. И, значит, я не могу упасть, я не могу сломаться. И поэтому я себя ощущаю абсолютно счастливым человеком, абсолютно счастливым отцом. И не надо меня жалеть и не надо мне сочувствовать. Мне совершенно прекрасно. Мы за вас радуемся. Да, я еще хочу сказать, что помимо отношений с родителями у детей, они же еще друг с другом какие-то выстраивают отношения. И вот это совершенно потрясающе. Вот, например, мои дети, они ужасно, они очень дружат. И они сейчас уже взрослые, они сами уже стали родителями. Но они вообще близкие друзья. И они между собой друзья, они мои тоже друзья. И я себе не могу представить, вообще, что было бы, если бы я вот эту жизнь как-то бы прожила без них. Конечно, бы хотелось, чтобы еще больше этого было бы. Чтобы вот эти вот связи, которые... Чтобы мы понимали, что нас между собой связывает, да? Чтобы мы себя чувствовали как какой-то единый народ, да? Что мы родственники действительно, да? И поэтому это очень важно для человека. Перебивай, просто у нас время потихонечку выходит. Возможно ли и нужно ли мечтать о том, чтобы многодетная семья стала не исключением, а нормой? Если говорить, допустим, о помощи семьям, о роли социального государства, то позиции и помощь, и политика должны быть такими, чтобы каждая семья и каждая женщина могла иметь столько детей, сколько она считает нужным по тем или иным. Я думаю, что все-таки будет в лучшем случае это концентрация на двух-трех детей. Мне кажется, если многодетная семья станет нормой, то мы придем к катастрофе. Нас уже 7 миллиардов, то нам просто некуда, негде будет жить, мы не сможем поделить все земные ресурсы. И поэтому ключевое слово – это решение и планирование. Нужно, чтобы каждый человек, не обязательно семья, потому что мы в основном говорили о детях в рамках семьи, но ведь у нас много одиноких женщин в стране, и много казанов, которые после каждой командировки в каждом городе оставляют по ребенку, их тоже можно считать многодетными отцами, чтобы эта многодетность тоже планировалась и тоже никак, с одной стороны, не воспрещалась и не порицалась обществом, потому что часто к внебрачным, незаконорожденным детям такое отношение отрицательное, но, с другой стороны, чтобы женщин не заставляли и не побуждали рожать сверх нормы, потому что у каждого есть свой физический предел. Поэтому рацио тут главное. Татьяна Георгиевна. Сейчас будут полноценные супруги, люди способны быть полноценными супругами, тогда и многодетная семья будет вполне уместна, и однодетная будет вполне уместна. Но самое главное – сформировать у взрослых людей способность, потребность созидать полноценную семью. И в этом плане очень важно одно – дать людям возможность свободно реализовывать себя в себе, не пытаясь их подогнать под какой-то стереотип многодетности или бездетности. И здесь свобода и ответственность идут рука об руку. Спасибо. Я вынужден подвести черту под этим разговором. Я думаю, что все-таки ключевое слово не планирование, а любовь. И для семьи, и для чьи дороди, и для жизни вдвоем, если так люди считают, что они свой жизненный долг воплотят лучше. Можно жить вдвоем и помогать детям вокруг себя. Да, это то, о чем вы говорили. И это тоже родительское – не плодитесь и размножайтесь, но уж точно, что обихаживаете детей, принимаете детей вокруг себя. Любовь. А все остальное – инструменты. Вот давайте, мне кажется, на этом поставим многоточие, потому что там, где любовь, конца быть не может. Спасибо вам за этот разговор. Увидимся со зрителями в понедельник на канале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова